Франц, Гаутер Гаутер. Красный риге, Кринчилсов Каванах. Бой под номером 9 у нас на риге Б, друзья. Красный угол, ирландец Джозеф Кальнах. Джозеф Кальнах, его соперник француз. Гаутер Гаутер. Гаутер Гаутер. Высокий ирландец, намного выше, на полголовы выше соперника. Ну что, предопределена тактика. Гранцов сразу пошел вперед от движения. Ему это просто необходимо. Но пока ирландец хорошо двигается. Николай подключает. Смотрите, легок на ногах. В дебюте боя. Гаутер Гаутер. Не дает сопернику выйти на оперативный простор. Близи себя. Встречает. Двигается то в одну, то в другую сторону. Пользуется. Не столько даже своими габаритами, сколько. С хорошими и результативными, умными перемещениями, я скажу так. Француз рвется на ближнюю дистанцию. Рвется, чтобы остановить соперника за передовую канату. Удар был после стопа, после команды стоп. Что произошло? Ирландцы какие-то неполадки с амуницией. В чем дело? А чем он сел? Раунд не закончен. Вот это когда на соседних раундах звучат гонги. Взбивается толку и боксеров, и тренеров. Ну вот, после этой заминки, немножко подрастерялся Ирландцы. Француз затем опозывался, но рвался. На встречный удар, вы видите, четкий левый в голову, и рефери отсчитывает нокдаун. Продолжается бой. Ирландец прибавил еще и нокдаун. Что, безусловно, даст ему победу в раунде. Хотя еще 40 секунд до конца, все может измениться. Снова хорошо Ирландец встречает, уходит Мирко. Чувствительный боксер, ничего не скажешь. Умелый. Ну ирландская школа бокса, она имеет очень высокую репутацию. Хотя французская тоже там. Ни на долю секунды не останавливается перед соперником. Каванах. Все время в движении, все время внимательно. Продолжение боя представитель Ирландии Крейд Джозеф Каванах. Ну вот это встречный удар. Левый боковой, короткий, но очень точное исполнение. Зозеф Каванаха мы с вами увидели. Коррьер тоже не малыш, но рост Каванаха, наверное, будет происходить всех соперников. В этой весовой категории, соответственно. Продолжается погоня со стороны француза. Не успел оторваться как следует Каванаха от него. Пошел в клинч и погасил эту атаку. Большие паузы делает французский боксер. В своих попытках подойти и выйти на атакующую дистанцию. Это все равно надо делать с хорошим движением, с обманами, с винтами и с ударами, естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжается охота, погоня боксеров синим по соперникам. В общем-то, картина, которая сложилась в первом раунде, она и у нас не поменялась. И припосылок к этому, в общем-то, не было. Хотя на месте королера надо было все-таки увеличить количество выбрасываемых ударов, хотя вперед рисковать, а не так вот предсказуемо действовать, как он. Смотрите, несмотря на огромное преимущество в России, как она нырками уходит от соперника. Ну вот, французская команда поддерживает своего соперника. Продолжение следует... Ну что ж, финальный раунд. Посмотрите, как настраивается ирландец на эти три минуты боя. И снова провалил. И левым боковым достал соперник ирландец. Хорошо, неплохо сейчас снизу пробил француз. Все-таки, мне кажется, корольеру надо больше стараться выбрасывать удары в корпус. Надо было остановить, но это сейчас уже поздно говорить об этом, наверное. Но в предыдущих раундах надо было больше пытаться бить по туловищу, остановить вот это движение ирланца. Ну вот, надо продолжать, продолжать, не останавливаться. Вот так. Не все потеряно. Пока гонг не прозвучал, ты еще не проиграл. Ну то, что делает сейчас Каванахо, мы увидели, да, в исполнении венесуэльцев. Несколько боями ранее. Там до конца так соперник и не смог справиться. Посмотрим. Минута с небольшим загонгом. Ну что, карьеру нужна одна хорошая, мощная, длинная серия. Несколько попаданий. Но Каванахо по-прежнему еще не за гранью усталости. Ну вот, когда ноги уже не дают так резко уходить, да, он тут же вяжется. Таких действиях судьи, конечно, могут отдать ему раунд, но два предыдущих были проиграны, на мой взгляд. Отнюдь это не аксиома. Ну что, в концовке. Ирландец снова был хорош. Кто убедил судей? Своему превосходству. Смотрим повтор. Все по защите, вы видите, да? По перчаткам, по локтям. По локтям. В этом бою единогласным решением судей Магеду Пайшка поддержал подселк Красного Глада Крейн Джозеф.